что-то мы это нашей лаборатории решили прибраться сделать расхламление расхламляемся когда это все носить-то 2 кубики давно вас видели что-то едем на базу прошло и месяц микрофоны забыли, зарядки забыли едем посмотрим как у него в хозяйстве дела идут ну и ладно а на штанах можно вот так топнуть и все ничего нету смотрите какой дом нашли у дороги красивый и все и дорога кстати написано это ведется видеонаблюдение интересно где тут камера стоят вообще класс здание просто убойное очень нравится а вон там можно летнее кафе сделать да а здесь биотуалет поставить да очень нравится мне это здание все теперь еще десять тысяч километров и мы на базе до валерки сейчас доедем а валерка там короче пьяный валяется все поедем мы назад да ну а чё делать жизнь такая пьяная все передохнули а нет там еще пожирать пожирать осталось мы голодные как собаки здесь если честно в этом домике было кафе когда-то да я здесь два пирожка купил чуть не обосрался вот и поехал дальше ну и вот такая вот трассица здесь вообще болотистое место и если честно здесь сделать нефиг вообще провал такую смотрю машин отродясь не было и вот он красивый-прекрасивый осенний пейзаж и вышка стоит сотовая связь не знаю видно не видно видно вот она огромная здоровая вышка ну связи здесь ни хрена нет вышку поставили связи нет ну ладно главное поставили как-то хочется жирать все вкусно да? ну сейчас поедем поедем да до свидания у нас машине навигатор стоит какой-то древний предревний да верить вообще нельзя вот он пишет 90 километров правильно тоже нормальный какого хрена на 70 стоит сейчас начнется а тут уже дорогу нет? нет ну знак 70 знак поменялось на 70 ну это то что у тебя сейчас отключи обычно получи навигатор что он напишет 90 вот у нас старый навигатор стоит он пишет 90 а тут хрен то там 90 а тут камер стоит аж 8 штук вот этот весовой контроль ну так вот если ориентироваться к примеру я говорю к примеру по старому навигатору он выдает вот такую скорость а по новому навигатору дает другую скорость лучше падлы надо падать все эти действия а это такие полузаброшенные деревни Сибири где селятся фермеры и занимаются своими делами а так в принципе тут полный свиздец Грусть Грусть тоскам в болоте так первый раз на этой трассе вижу школьный автобус время уже сколько пол четвертого я не знаю может детей из города везут или как сейчас будет остановочка где можно покушать поссать посрать принять душ и даже по моему есть гостиница как это китайцы вот собственно говоря здесь мы сейчас притормозим и что-нибудь сло поем надеюсь хреново нам не будет а это так остановились покурить ну и здесь же конечные остановки ну что-то типа этого называется кафе Алена Мусор чтобы выбрать сегодня вкуснятина деревенская Тарелки все одноразовые. Да кайфово. Какой кустов поварщиков дома. Кусок мяса. Такого не бывает. Фигня какая-то. А, один кусок. Нормально, классно. Вы офигеть, нам свет выключили. Мы успели рассчитаться и купить. Вот такие куски в борще мяса. Кто-нибудь так когда-нибудь ел, я нет. Первый раз такое. Жопа, жопа тресется. А это курилка. Здесь покурить можно, посидеть. Здесь всякая фигня. Что там чище? Ах, кайф какой. Это какой-то треш. Мы на эту столовую начихали года четыре назад, потому что здесь жрать невозможно было. мы в этот раз решили взять борща. Ну что, борщ и борщ. Вроде как деревня же. Борщ просто офигенный. Девушка. Сколько тебе, пожалуйста. Просто кайфовый. Манты обалденные. Наелись по-деревенски. Сметаной бросают. Не ложечку там дефицитную, а просто полбанки сметаны. Мы еще в шоке. Белка ходит, фотографирует. Фотографом устроилась. Забавно. Ну что, сфоткала? Да уж. Нажрались, блин, да? А? Теперь я усну, наверное, в машине. Теперь-то да. Ой. А? Что теник нафоткала? Ну да. Поел. Сейчас самое интересное начнется. О, блин. По полям. Сейчас все, что поели, но растерясено. Простите за кашель. Я еще болею, как собака. Но уже нет. Уже не болею. Но вот этот дебильный кашель, который, блин, уже три раза мутировался. Ну, блин. А сегодня вот он самый противный. Такой колючий. Жгучий. Все. Сейчас начнется самое интересное. Это дорога по полям. По дороге я ехать не хочу, потому что дорогу вроде как сделали. По полям поедем? Ну. Вроде как сделали дорогу, но она такая отстойная. Представьте, там 50 километров щебня. Ну и вон нафиг. Лучше по полям. Все. Пока. Алина. Мы довольны. Аленой? О, здесь написано, смотри. Заяц. Молк. Маши. Медведь. Олени. Олени. Какой-то там поворот. После, да, сегодня? Моё, твою мать. Что? Ну, опять эти, блядь, спидометры на трассе. В жизни здесь такого не было. Здесь такие деревни непролазные, что здесь никому ничего нафиг не надо. Все равно камеры стоят. Поворот не продинайм. А, вот это здесь, да, должно быть? Да, еще вот сейчас будем ехать еще. Ого! 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 Нифига себе! Ого! 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 Ну, что, начинается. Километраж по полям. Надеюсь, она будет не пыльная. Машина чистая. Конечно, пыльная. Ну, конечно, пыльная. Была, блядь. Ну, вроде как, посмотрим. Ну, здесь лучше ехать, чем пощепнем, блин. По крайней мере. Пока сухая, да? Ну, и вроде пыль или нет. Едем все время сейчас. Ну, пока едем. Ого! Ого! Пыль не развернулись. Но все-таки мы доехали и решили, что, блядь, больше мы сюда не поедем. Хотя мы были на RAV4 и думали, что, как бы, блин, мы проедем. Ни хрена. RAV4 это оказался городской гребаный автомобиль, который нам вообще не нравится. Мы от него избавились пинками. И когда мы брали уже эту машину, у нас стоял выбор взять последний RAV4. Мы плевались, уплевались. Хрена будущей, но мы проезжали. Да. И у меня еще группа ВКонтакте Toyota RAV4, которая, блин, если узнает, что я езжу на Киа, то меня точно где-нибудь ногами кверху повешивают и сожгут. Нафиг. Какая разница? Дорога тоннелась. А, закончится сейчас-то. В общем, как-то так. Теперь у нас Киа, и она вполне за этот год мы покатались, вполне достойный аппарат, выдерживает вообще просто все. Ну и Клиренс получше, чем у RAV4. И в ближай ... где ... вот это ... а нам сюда ... какой блях и муха ... красота эта дорога у нас идет на трассу в ту же деревню эта дорога идет деревню там еще есть одна дорога геморрой собачий машинка еще хотел пытаясь по полям конечно придумаем дальше а там еще одна дорога он она лишь вправо уходит и влево и он когда тачка есть белая вот мы что тогда тоже плутали непонятно на дорогу буквально перед мостом то помнишь перед этим озером бывают ошибки развернулись через поле поехали здесь просто геморрой потому что этой какой-то из них дороги нет на трассе мы спутали в общем то дорога идет на трассу вот эта дорога тоже идет на трассу вот эта дорога идет туда куда нам надо куда нам надо хрен его знает это и деревни на как на трассе нет на трассе на карте довольно таки приятно ехать 60 километров вполне нормально не болтает не шатает вообще класс прям хорошо прям ништяк четкий бух в яму блин нормально идем прям хорошо вот доехали в общем получается здесь гораздо быстрее ехать и машину меньше ушатываешь и сама деревня получается быстренько хлопом и здесь если это можно назвать деревней то тогда я космонавт остатки деревни на здесь остатки деревни не знаю чего леру суда прибил жить люди все-таки и дома здесь может и живут в сеть-то подключен молодец да и он даже номер дома предъявляет доживут нет заросли это валерин офис вот еще поселение ну в общем все деревня закончилась вот так примерно вся деревня и выглядит ну приблизительно домов лучше здесь не найти вот еще один такой приблизительно домик может быть да вполне это бывшая водокачка центральная улица улица площадь ленина походу у валера здесь самый лучший дом который только может быть в этом поселении ну и чё уходи мы приехали все миссия не выполнила 8 закончилась и мы стартанули по своим делам ролик конечно такой так себе но для нас это ролик потому что мы тут были мы тут свои дела сделали ставим еще одну точку так что мы тут были еще раз каждый раз постоянно так что все всех обняли всем пакет чё не мало 2 2 мало вот он город типиш паника туризм жесть попали в самый пик турэй 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 Продолжение следует...